Всем привет! В этом ролике хотелось бы рассказать о водозапорной арматуре используемой в бытовом водопроводе и отоплении. Давайте постараемся разобраться какой кран и для каких целей наиболее подходит, а также рассмотрим их плюсы и минусы. Под понятие запорная арматура попадает большой перечень устройств, предназначенных для перекрытия среды, а в нашем случае воды. Смесители, расположенные в санузлах и клапана смывного бачка унитаза тоже являются запорной арматурой, но разговор пойдет не о них, а о так называемых кранах, вентилях и задвижках, используемых в бытовом водопроводе. Рассмотрим эти типы устройств по возрастанию их популярности использования в быту. При проектировании домашнего водопровода многие задаются вопросом, какой кран лучше? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Можно сказать так, лучшее это то, что необходимо в конкретной монтажной схеме, поскольку одно и то же устройство может быть наиболее подходящим в конкретном месте водопроводного узла, а в другом совершенно не соответствует по своим параметрам и специфике конструкции. Краны могут иметь различный тип запирания. Еще задолго до появления всеми известного шарового крана в бытовом водопроводе использовались задвижки и вентильные клапаны. Так называемая задвижка представляет из себя устройство, в котором при повороте маховика проходное отверстие для жидкости перекрывается перпендикулярно расположенным затвором. Данный вид запорной арматуры по сей день широко используется в коммунальном хозяйстве и на различных предприятиях, где необходимо перекрывать и регулировать потоки в трубах с большими проходными диаметрами, а вот в быту он используется гораздо реже. Примерный средний срок службы данного запорного устройства в зависимости от особенности конструкции может составлять от 10 до 20 лет, а средняя наработка изделия на отказ от 2 до 3000 циклов. По поводу задвижек часто происходят споры. Одни утверждают, что задвижки одинаково хороши как для запорных, так и для регулировочных целей. Другие говорят, что устройство с задвижкой все время должно быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым, поскольку длительное пребывание затвора задвижки в среднем состоянии может привести запирающие органы задвижки к быстрому износу. Наверное, такие предположения не лишены смысла, ведь при использовании задвижки в трубопроводах с повышенным содержанием абразивных веществ, песка или ржавчины, увеличивается вероятность ускоренного износа их сопрягающихся частей, а вследствие появления на них раковин и царапин, уменьшающих сопряжение и герметичность запорного узла. В этом случае исключением являются задвижки с обрезиненным клином, но они выпускаются только для труб с большим диаметром, а задвижки для бытовых ножек с проходным диаметром от 1,2 до дюйма обычно имеют затвор из латуни. Однако в большинстве технических описаний к имеющимся на нашем рынке задвижкам, все-таки говорится об этих изделиях именно как о запорно-регулирующей арматуре. В любом случае задвижка имеет как свои плюсы, так и минусы, которые весьма ощутимы при использовании их в быту. Основным плюсом задвижки считается малое гидравлическое сопротивление, по причине того, что большинство изделий являются полнопроходными, то есть диаметр в месте самого запорного устройства не сужается, а проход в кране является прямым и не создает дополнительных завихрений. Еще одним плюсом такого запора является небольшая строительная длина устройства и его ремонтопригодность. Слабое место задвижки – это потеря герметичности запирающего механизма, вследствие износа или чаще загрязнения седла или затвора, которые в большинстве своем лечатся прочисткой седельных поверхностей. Еще одно слабое место – это возможная течь из-под штока, которую можно устранить либо подтяжкой сальниковой гайки, либо заменой сальниковой прокладки, если, конечно, вы ее найдете в продаже. Также минус такого крана в том, что он имеет большую строительную высоту, что может сказаться при его монтаже в тесных местах с ограниченным пространством. Еще один минус данного устройства в том, что многих не устраивает то, что для полного закрытия или открытия задвижки требуется много времени, поскольку для этого приходится делать несколько полных оборотов маховика. Потеря интереса к данному запорному устройству при использовании в бытовых целях говорит и достаточно ограниченный ассортимент этих изделий, который представлен в рознице всего несколькими производителями. Подытожив вышесказанное о использовании задвижки именно в бытовых целях, домашнем водопроводе или отоплении, можно сказать следующее. Задвижка, наверное, своего рода мамонт в современных запорных устройствах, а имеющиеся минусы нивелирует все ее достоинства при использовании в быту, что, однако, никоим образом не имеет отношения к использованию задвижек в промышленности, коммунальных и других сферах, где необходимо перекрывать различную среду в трубах с большими диаметрами и где эти устройства являются просто и незаменимыми. Вентиль или запорный клапан. Вентиль по своему внешнему виду очень похож на задвижку. Принцип работы вентиля достаточно прост. При повороте маховика передается вращение шпинделю, расположенному в корпусе устройства и имеющему сальник, а благодаря передаче происходит поступательное смещение шпинделя, где на другом конце закреплен запирающий золотник, оборудованный прокладкой. В случае закрытия вентиля золотник, доходя до нижнего края положения, упирается в седло, благодаря чему происходит герметичное перекрытие потока жидкости или иной среды. Отсюда и название самого запирающего устройства – запорный клапан. Запорные клапана широко используются в водопроводных и отопительных системах и, что важно, они являются запорно-регулирующими устройствами, которые могут иметь различный внешний вид и конструкцию. Средний полный срок службы вентилей, в зависимости от конструктивных особенностей и условий эксплуатации, составляет от 20 до 30 лет, а наработка на отказ – около 8 тысяч циклов открыто-закрыто. У клапанов также есть как свои плюсы, так и недостатки. Из плюсов клапан имеет возможность плавной регулировки потока и в большинстве случаев ремонтопригоден, а при его ремонте самым распространенным вариантом считается замена прокладки золотника или замена и подтяжка сальниковой прокладки. Вентиль по своей конструкции имеет меньше трущихся деталей, расположенных в рабочей среде и, соответственно, обладает большим ресурсом по сравнению с той же задвижкой. Из недостатков. Главный недостаток вентиля – это увеличенное гидравлическое сопротивление, которое обуславливается особенностями конструкции клапанов. Данная конструкция увеличивает вероятность образования застойных зон, в которых могут скапливаться примеси, способствующие процессу коррозии в корпусе изделия. Небольшим исключением из правил, наверное, можно назвать прямоточные вентиля, имеющие наклонное расположение шпинделя, где достигается меньшее гидравлическое сопротивление благодаря развернутому расположению седла по отношению к потоку. Вентиля могут иметь определенную направленность относительно движения потока, которую нужно учитывать при их монтаже. Также при эксплуатации вентиля существует вероятность отрыва при залипании или усыхания прокладки золотника, что приводит к потере герметизации и необходимости ремонта. Такая ситуация может происходить в случаях длительного положения вентиля в закрытом или открытом состоянии, а также при оставлении системы с вентилем на длительное время без рабочей среды. Поэтому многие опытные сантехники при установке вентилей могут вам посоветовать в профилактических целях хотя бы раз в году производить полное закрытие и открытие вентиля. В некоторых ситуациях без вентиля не обойтись. Например, в коллекторной системе, благодаря расположенному в коллекторной гребенке вентилям, можно производить плавную регулировку потока для отдельных точек водоразбора. А, например, термовентиль, расположенный в системе отопления, помогает регулировать поток теплоносителя в радиаторах отопления. Шаровый кран. Этот вид запорной арматуры в последнее время определенно стал хитом по сравнению с другими видами. Хотя сама идея уже далеко не нова и известна более 100 лет. Но лишь только с появлением современных уплотнителей, таких как теропласт, тефлон, шаровый кран смог стать конкурентным и быстро занял свою нишу среди запорной арматуры. Шаровый кран представляет из себя устройство, внутри которого расположен запорный элемент в форме шара, имеющего проходное отверстие. Шар, в свою очередь, соединен с ручкой или рычагом через шток. Открытие шарового крана происходит следующим образом. При повороте ручки внутри корпуса происходит поворот шара, и появляющееся проходное отверстие, расположенное в шаре, открывает путь для среды. Шаровые краны бывают полнопроходные и редуцированные, стандартно проходные. Отличие их в том, что полнопроходной кран имеет проходное отверстие в шаре, равное внутреннему диаметру подсоединяемого водопровода, что исключает гидравлическое сопротивление на данном участке. Редуцированные имеют уменьшенное проходное отверстие в шаре по отношению к внутреннему диаметру подсоединяемого водопровода. Такие краны используются там, где не особо критично увеличение гидравлического сопротивления. Шаровой кран используется везде, в водопроводе, отоплении и даже в газоснабжении. В бытовом водоснабжении шаровый кран очень сильно потеснил своих старших собратьев, задвижку и вентиль. Как и в предыдущих устройствах, рассмотрим плюсы и минусы шарового крана. Наверное, первым плюсом такой арматуры стоит отметить его универсальность, поскольку сфера применения его очень широка, а модификаций шаровых кранов насчитывается огромное множество. Есть шаровые краны с внутренней и наружной резьбой, есть готовые водоразборные решения с изливом и штуцером, а шаровый кран с американкой дает возможность быстрого соединения угловой, трехходовой и даже со встроенным фильтром. Нельзя не учесть плюс надежности и долговечность конструкции. В некоторых моделях указывается срок службы до 50 лет, а средняя наработка на отказ составляет порядка 25 тысяч циклов открыто-закрыто. Еще один плюс шарового крана в том, что он имеет небольшие габариты, то есть небольшую строительную длину и высоту, что позволяет его широко использовать в условиях с ограниченным пространством. И бесспорно важным является быстрое время открытия-закрытия устройства. По сравнению с задвижкой или вентилем шаровый кран имеет преимущество в способности перекрывать поток за четверть оборота, то есть от открытия до закрытия нужно сделать всего оборот на 90 градусов. При всех своих неоспоримых достоинствах шаровый кран имеет ограничения и недостатки, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже водопровода. Один из самых больших минусов шарового крана – ограниченность в его применении, так как данное устройство является только запорной арматурой и не имеет возможности регулировки потока. Использование такого крана для регулировки неверно, поскольку повернутый не до конца шар, расположенный в корпусе устройства, позволяет мусору и шламу забиваться под уплотнение, что в дальнейшем может привести к потере герметичности и выходу из строя самого крана. Стоит учесть еще один важный момент, имеющий место при эксплуатации шарового крана в условиях отрицательных температур. Всегда нужно помнить, что даже в обезвоженной системе в шаровом кране между шаром и корпусом могут оставаться остатки влаги, которые, вследствие низкой температуры, расширяясь, могут разорвать корпус крана, что в принципе не грозит обезвоженным вентилям и задвижкам. Еще один минус в том, что отремонтировать такой кран проблематично. Придется искать необходимые уплотнители для замены, и есть вероятность, что изношенный шар все равно будет пропускать воду. Поэтому многие просто выкидывают старый и ставят новый. Можно ли это назвать минусом, сказать сложно. Но шаровый кран, как и вентиль, требует периодического открытия и закрытия, в связи с тем, что при длительном состоянии покоя на поверхности шара и в пространстве между шаром и корпусом могут откладываться соли, создающие в дальнейшем препятствия для нормального поворота шара, а в некоторых случаях и к повреждению уплотнения. И все-таки при всех перечисленных недостатках шаровый кран занимает лидирующее положение по использованию в бытовых нуждах и, в частности, в домашнем водопроводе. Поэтому делать выбор в пользу того или иного запорного устройства при проектировании и монтаже домашнего водопровода важно именно исходя из требуемого функционала и самих возможностей и характеристик запорных устройств, поскольку одни, например, шаровый кран, является идеальным запорным устройством, а другие, вентильный кран, способный производить плавную регулировку потока. Как говорится, каждому свое. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно, до новых встреч!